В Европе не очень люблю ездить за рулем, мне нравятся лихие русские дороги, а эта скучная Европа не для меня Проведите этот эксперимент со своим автомобилем Насколько хорошо и часто он играл в Тетрис Ну хотя, если вы где-нибудь на автобане нажимаете педаль в пол, а уже идете, например, в 170 Без этого круиз-контроля у нас было бы ДТП Привет, друзья! Всем привет! Многие нас спрашивают, почему вообще решили создать свой блог Family Drive И отвечая на этот вопрос, скажу, что мы автопутешественники Я бы даже сказал, что мы скажем, что мы автопутешественники с тастажем Раньше очень часто и очень много подолгу путешествовали Колесили по Европе, проездили всю Германию, Францию, Италию, Польшу А потом был промежуток времени, когда мы не ездили на автомобиле достаточно далеко Да, и как раз вот занимались тем, что развивали наш блог Family Drive И даже уже потом немножко ушли от тест-драйвов Потому что изначально мы рассматривали каждый автомобиль, тестировали его с точки зрения автопутешественника Если вы посмотрите, ну вы же смотрели наши тесты и знаете, что мы долго катаем на каждой тестируемой тачке И смотрим, насколько она комфортна Немножко разные вещи, да, с точки зрения тупо технической части, только технической части И с точки зрения комфорта, насколько в машине в принципе удобно Не то, что мягкая или не мягкая подвеска, шумная, не шумная машина Насколько в ней комфортно все расположить Насколько комфортно на ней, если говорить о дальних перегонах Потому что, например, вот, не знаю, если вы сели в автомобиль и проехали на нем вокруг автоцентра Вы можете понять, насколько, допустим, он резвый, как быстро он до 100 Расконечно, ну если позволяет территория вокруг автоцентра Совершенно разная вещь, просто ездить даже каждый день использовать машину Даже приезжать 50 тысяч километров в год, но в городе Но в городе там по 2 километра Да даже до дачи на самом деле, ну вот эти 100 километров туда-обратно И совсем другое дело, 10 тысяч километров в другую страну И это не обзор, это обзор тест-драйва, я бы так сказал Потому что тест-драйв уже длится 5000 километров Сколько недель ты уже? Ну третью неделю Две с половиной недели мы уже ездим на автомобиль Мы уехали из Питера 6 июля, а вот сегодня у нас 27 Сразу отвечаем на ваши вопросы Да, автомобиль, который у вас, скорее всего, именно сейчас возникли Автомобиль нам предоставил пресс-парк Мы на самом деле Люди писали уже на ютубе, на наш комментарий Ну вот тем более В общем-то, знаете, это все мы, все свои желания Вселенная рано или поздно реализует Вот получается так, мы начинали наш тест Хотели рассматривать все автомобили с точки зрения автопутешественников И вот Toyota RAV4 это первый автомобиль, который мы действительно протестировали как автопутешественники Ну я вам честно могу сказать, что сначала я хотел, конечно, думал Вот, сейчас крузак возьмем Или там Prado на худой конец Да, конечно Хайлендер Ну то есть большую здоровую машину И хорошо, что не получилось, потому что цены на бензин кусаются Минимальная цена, по которой мы ездили, 1,3 евро Это в Германии По вся Италии это 1,5-1,6 Короче, хорошо, что так не получилось Да, сразу забегая немного вперед Я скажу о том, что меня больше всего волновало Я вообще, ну поскольку мы Немножко назад Забегая немножко назад Забегая немножко назад, немножко вперед, я имею в виду сразу скажу Вот что мне, ну самое главное, что вот, ну естественно, самое главное, что в нее все поместилось Потому что все-таки вот мы с Матвеем, любители, каждый день щеголять в новом наряде И двое детей, ну реально это много вещей, это действительно много вещей И еще плюс вот такой вот огромный автохолодильник Ну да, то есть это два автокресла, это много еды с собой для маленького ребенка Знаете, очень важный момент был даже не только багажник, но и пространство в салоне И вот забегая вперед, как раз, с точки зрения тест-драйва, он будет чуть дальше Я коротко скажу, что я удивлен пространству в салоне этого автомобиля, честно У меня такое ощущение, это знаете, это как автобус сейчас пик Когда вроде он переполнен, а потом 10 человек подходит, и они заходят туда Нет, самое классное, самое классное было это все впихивать в эту тачку И туда все влезало, думаю, я говорю, Люся, все, все Да ничего страшного, Матвей, а, Матвей, тут я забыла, три пакетика Я говорю, Люся, подожди, ты сказала мне пять минут, полчаса назад, что тут все Я тут как-то тут нормально, все в лето А я хочу сказать вот то, что мне больше всего понравилось Поскольку мы путешествуем в Италию, это юг, это жара, это днем плюс 40 Я переживала, что все-таки новый автомобиль, и что будет вот этот запах от пластика Особенно, когда автомобиль нагревается Видите, насколько поставлена работа? Я отхожу от тачки, а Люся продолжает Я подхожу и вхожу в кадр, понимаешь? Ты не собьешь мою умную мысль Друзья, вот мои руки, крестиков нету, короче, она абсолютно не пахнет Она новая, и при этом она нагревается на солнце, и пластик не пахнет Я вам пробег был, по-моему, тысяч семь или восемь, когда мы машину взяли Да Или девять А сейчас он тысяч семнадцать Короче, нет, по-моему, шестнадцать еще В общем, сложно Я хотел что сказать, там есть пластик У лобового стекла, он есть, есть твердый пластик, дубовый Здесь он мягенький, и есть обшитые панели кожей Мы это все покажем, мы расскажем дальше, смотрите тест-драйв этот, обзор точнее, или тест-драйв, я уже забудился Но, он реально, я даже это повторю, потому что мы реально удивились Мы стояли, у нас неделю машина стояла просто под солнцем Открываешь, и нету запаха И знаешь, что самое главное? И даже не запах, это тебя вопрос волновал Через три минуты, три минуты, как машину ты завел После жары она уже остужается Это просто было круто Если вы думаете, что это так и должно быть, я с вами согласен Нет, так и должно быть Но попробуйте со своей тачки, без обиды, со своей тачки проведите этот эксперимент Ну, в Питере его или в Москве будет сложно Но если вы в Сочи сейчас находитесь, проведите этот эксперимент со своим автомобилем Друзья, и мы даже из Италии не перестанем вам напоминать Автоспот Если ты ищешь сейчас автомобиль в Москве или в Санкт-Петербурге Ну, зайди на портал, посмотри, все бесплатно Люся, это не магазин на диване Сервис бесплатный, при этом 100% ограждены от хамства дилера Потому что дилеры ценят работу с автоспотом Посмотрите, как мы красиво забрендировали Тойотушку нашу RAV4 Тут наклеили себя, как истинные скромные автотуристы И, кстати, очень клево Знаете, я заметила, что люди очень хорошо реагируют на машину Несмотря на то, что сейчас такая как бы спорная ситуация Потому что вот когда мы отдыхали даже 5 лет назад И нас спрашивали, откуда вы И мы говорили из России, все радовались Сейчас нет Когда спрашивают, откуда вы А особенно, когда они не спрашивают А просто читают на машине Вот, то наша вот эта добрая наклеечка Она как-то, так сказать, нивелирует вот это Цвета, ребята, вам ничего не напоминают? Хочу, знаешь, что еще показать, Коля? Друзья, Коля, что стоим здесь Хочу просто, чтобы вы видели, что это все по-настоящему Хочу протестировать вам багажник И просто, понимаете, восхититься Восхититься своим мужем И пониманием того, насколько хорошо и часто он играл в Тетрис Вот в такой красоте находимся Сейчас держим путь дальше По евро 50 сейчас заправим бензин И дальше в Австрию, дальше в Германию Там, кстати, в Германии приблизительно евро 30 бензин Но так как ты едешь гораздо быстрее, где-то 160 Больше живет топливо машина Порядка, наверное, на 120 ест от 10 евро в 4 ест Сколько литров? 8-9 литров, ну, в зависимости подъем, не подъем То на скорости 160 она живет уже 11 литров А это каждый литр на 10 тысяч километров Это 15-18 тысяч рублей Поэтому мы даже литр экономили Все, погнали! Друзья, продолжаем тест Toyota RAV4 Мы тест Toyota RAV4 продолжаем, а вот Family Tour сейчас заканчивается Да, мы уже едем по нашей, по российской земле По поводу коробки передач Здесь вариатор, но он вас не будет напрягать По крайней мере, для меня он не напрягал Потому что он здесь адекватен То есть здесь такое условное переключение передач За счет оборотов, за счет игры оборотов Но хотя, если вы где-нибудь на автобане нажимаете педаль в пол А уже идете, например, 170, ну, выйти он будет, безусловно В этом случае Ребят, на данный момент мы проехали на RAV4 8 тысяч 290 километров До Питера еще 363 Так что будет 8 с половиной тысяч И плюс еще в Москву мне ехать Ну, то есть 9 тысяч А от последнего нашей ночевки мы проехали 1651 Да, то есть, представляете, мы сейчас едем Матвей вообще герой Хорошо, две тысячи километров мы проехали Проедим с прошлой ночевки Я даже думаю, муж ли это мой? Или, может быть, это какой-то один охландшианин решение? А я тебе сейчас расскажу Смотри, все очень просто Активный круиз-контроль встаете, помогает очень сильно Если вы выбираете машину Вот берите такую комплектацию Если вы на дальнейшем ходите Просто он тут отлично работает Ребята, минусы в этой тачке тоже есть Для себя следующим отмечу Вот я сейчас открою Вам должно быть видно Заднее стекло, видите? Открывается полностью Это не минус, это плюс Это плюс И вообще то, что в этом автомобиле еще есть Оно все... Ну, то есть, вот Круиз-контроль активный Автоматический переключатель ближнего и дальнего света Датчик дождя, датчик света Климат-контроль двухзонный Вот здесь кожа Ну, здесь пластик дубовый Но здесь вот кожа с прострочкой Ой-ой-ой Здесь вот кожа с прострочкой Это все говорит о том, что машина нашпигована нормально Но Вопрос Вот я должен нажать... Вот только мое стекло я нажал Оно открывается полностью Чтобы открыть плюсина Короче, тут как мне удобно Или детей Я должен держать кнопку И это неудобно Вот я сейчас стою Вот я свою нажал Вот я поехал Свою нажал И оно само закрылось А здесь мне нужно держать Когда оно закроется У меня просьба Это мелочи Но Вот это такая мелочка То есть, все остальное в тачке такого уровня Что это надо устранить Это надо изменить Мне кажется Я вообще безумно благодарна вселенной И вообще и Тойоте Тем, что дали нам именно эту машину РАВ-4 Почему? Потому что тут, смотрите, стекло лобовое Очень удалено за торпеда То есть, оно... Что? Можно я это говорю? И тут получается так, что много пространства в салоне То есть, вот это все пространство тут То есть, места много Да, сиденье адекватное, удобное Очень много места для детей Для нас багажник, он не самый большой в классе Но за счет того, что регулируются спинки задних сидений Можно очень правильно себя подстроить под себя И знаешь, как я скажу, если коротко Если у вас нет аллергии на вариатор Если вам кто-то там Маркетинговый ход Какого-то производителя Не подействовал на вас сильно У которого только автоматические коробки передачи Либо ДСГ Не оказал на вас сильное влияние Потому что этот робот Точнее, этот вариатор Он вообще адекватен Так же, как и у других У некоторых этих брендов Там у Subaru адекватный вариатор Нету к этим И к Subaru вариатору нету претензий К вариатору Toyota нету претензий Короче, вот если у вас нет аллергии на вариатор То покупайте RAV4 и не пожалеете Реально очень классная тачка получилась Просто, понимаешь, это не обзор даже Вот куда, блин, 9 тысяч километров на машине Это полноценный, это полноценный Что касается динамики Нажал на педаль Вот сейчас видите Все, и сейчас он уже сбросил обороты И никакого там рева Излишнего нету Нет, вообще все в рамках достаточно адекватно У вариатора, понимаешь, бывает часто Что это постоянный процесс Нормально Это то, о чем я вам говорила С двумя детьми мы путешествуем Я тебе же начал искать Люди не любят вариаторы, они забывать начинают Он повысил обороты Ты чуть-чуть, все, ты обогнал Да, и он сразу же снизил Шумка отличная в салоне Я прекрасно спала Мне ничто не тревожило мой девичий сон Ну, кстати, да До жарки нормально А, и, кстати, в машине абсолютно не укачивают Вот у нас дети на задних сидениях Прям отлично Слушайте, а из милы Я как бы понимаю, что получается так Что я только хвалю машину Но, если честно, мне не за что ее ругать Ну, вот потому что не за что мне ее ругать А уж тем более она вообще меня влюбила С первого, так сказать, взгляда Потому что много, еще раз повторю Много пространства в салоне И самое главное, не устану это повторять Абсолютно не пахнет пластиком Друзья, у меня в руках мануал Toyota RAV4 И, в общем-то, у меня было время почитать И почерпнуть техническую информацию Но я сто процентов уверена Что вот как раз от меня Вы не ждете никаких технических данных И правильно делаете Потому что вы от меня не услышите Ничего из этой книги Вообще, что я могу сказать Я влюблена в эту машину Почему? Потому что так уж сложилось Что вот Toyota RAV4 Выпала честь Воплотить в себе вообще то Как сказать Немного уйду назад Мы же смотрим автопутешественники И вообще затеяли Family Drive Только потому, что мы автопутешественники И мы тестировали машины С точки зрения автопутешествий Именно поэтому у нас так мало технических данных И именно поэтому на каждом тестируемом авто Мы так много ездим Для того, чтобы понять, насколько он комфортен Если рассматривать с точки зрения Ну вот передвижения на дальние расстояния Вот И самое настоящее автопутешествие Мы совершили именно на Toyota RAV4 Хотя, когда мы ее брали, кстати Я немножко, как бы Как сказать Была грустна Потому что мне почему-то хотелось Вензочку Toyota Venza Ну, она уже как бы машина Которая уходит в прошлое Я как понимаю, ее сняли с производства Мне она понравилась Она такая, как бы Какая-то теплая, домашняя и семейная Вот Но, когда я села в новую RAV4 Я поняла, что вот это то, что мне именно нужно Для нашего автопутешествия Потому что Сразу скажу Большую часть времени я провела на пассажирском сидении Почему? Да потому что Не знаю В Европе не очень люблю ездить за рулем Мне нравятся лихие русские дороги А эта скучная Европа не для меня Ладно, шучу, не поэтому Да потому что я просто переживала Что если я что-то сделаю с тачкой И нам не на чем будет возвращаться назад Поэтому больше я передвигалась как пассажир И как, знаете, как женщина на раздаче Я сидела с большим мешком И меня вечно пассажиры что-то требовали Воды, печенье, яблок, что-то еще Я все это им давала Потому что спереди есть такая удобная полка Где я очень удачно размещала еду А в те периоды, когда мы не ели Мы держали там телефон Матвея Вот, еда у нас была всякая разная, вкусная Почему? Потому что у нас с собой был автохолодильник Который мы удачно разместили в багажнике Но, кстати, в багажнике не было розеток Но розетки были у задних пассажиров И, кстати, у нас достаточно короткий был провод Но он все равно дотянулся Так что и в этом в Toyota все было удобно Но в целом, конечно же, я считаю Что розетка в багажнике необходима Для автопутешественников уж это точно И, в общем-то, если бы она была Эта машина была бы еще лучше С точки зрения экстерьера Вот, правда, вам скажу Мы два раза в это автопутешествие катались в Монако И мне было абсолютно не стыдно За железного коня, на который мы приехали В это чудо-княжество богачей и толстосумов Почему? Потому что машина смотрится действительно достойно В ней нету каких-то там, да, излишних понтов Но она смотрится в меру агрессивной И вот, кстати, что мне нравится в новом поколении Toyota RAV4 Это начиная даже с четвертого поколения То, что это абсолютно перестало быть только девчачьей машиной Потому что вот раньше Toyota RAV4 я воспринимала Ну, как женский такой автомобиль Не рассматривала с точки зрения управления для мужчин Сейчас вот нет, абсолютно То есть это полный унисекс Это унисекс, потому что в ней есть агрессивность И вот я считаю, вот эти вот мошки, которые полностью облепили все лобовое стекло Делают ее вообще такой, знаете, злобной, кровожадным таким конем Ребят, ситуация следующая с нашей поездки в Family Tour Если, кстати, вы, друзья мои, еще не знаете, что мы ездили в путешествие в 9000 километров С детьми, с двумя детьми из Петербурга в Италию По всю ее проехали и все это показали на Ютубе И продолжаем показывать, то переходите по ссылкам ниже На те видео, которые уже есть с этой поездки И подписывайтесь на канал, смотрите их А те, кто знают, уважаемые подписчики, кто уже с нами Мы в Family Tour собирались ехать на Toyota Corolla Но так получилось, что освободился RAV4 Потому что мы очень поздно стали машину искать И Corolla нам давали там буквально за дни, наверное, не знаю, за неделю до путешествия Мы, по-моему, определили Короче, освободился RAV4, нам дали RAV4 Я начал смотреть про этот автомобиль других блогеров Кого я смотрю, по техническим данным я могу посмотреть автомана С точки зрения каких-то общих данных я могу посмотреть большой тест-драйв Ну кусочками, не все Короче, и потом я читал отзывы под видео большого тест-драйва И писали, там некоторые писали позитивные очень отзывы Потому что большой тест-драйв похвалил эту машину А кто-то из их подписчиков писал негатив Типа, фу, это такая тачка чопорная, посмотрите конкурентов и так далее Вот я сейчас со всей ответственностью заявляю Что те подписчики большого тест-драйва Кто писал, что это ужасная машина Что она хуже начинкой, чем конкуренты Это не так Либо, ребята, вы не ездили на этой машине И вообще с новым RAV4 вы не знакомы Либо я не знаю, почему вы так писали Что мне очень пригодилось? Мне очень пригодился адаптивный круиз-контроль Потому что было так, что пару раз мне приходилось лезть в телефон И смотреть карту навигацию Мне приходилось смотреть карту навигации Я двумя пользовался, и в RAV4 тоже Она, кстати, адекватна, но нету ряда стран Короче, я смотрел И пару раз было такое, что в сложной ситуации машина оттормозилась Один раз она настолько мне помогла, что без этого круиз-контроля у нас было бы ДТП Но мы заходили в большой поворот в Италии Там была пробка, все стояли А я что-то отвлекся, ребенок плакал Люся его пыталась успокоить И машина сама резко затормозила перед препятствием За что я огромное спасибо Сейчас не лукавлю никаким местом вообще По поводу минусов Минусы в этом автомобиле для меня тоже есть Я уже сказал про стекла Что приходится держать, чтобы стекла пассажиров опускались Мне бы хотелось, как стекло водителя Чтобы нажал кнопочку, а оно полностью закрылось Или открылось В багажнике нет розетки Сначала я расстроился из-за того, что нет в багажнике розетки Но она оказалась для задних пассажиров, что имеется И мы оттуда спокойно притянули шнур Момент В салоне полно места Но багажник не очень большой Я сначала так подумал Решился вопрос следующим образом Видите вот этот рычажок Как ходит кресло Анжелика спала Таким образом, она мелкая Чтобы кресло было всегда прижато Помимо ремня я так всегда делаю Для большей фиксации Маргарите на кресло наоборот откинули больше назад Обоим детям было максимально удобно, комфортно И при этом здесь образовалось дополнительное пространство Мы сейчас уже приехали из путешествия вчера Я поэтому так сложно и долго говорю Потому что я проехал 2000 без остановок каких-либо долгих Друзья, все, мы прощаемся с вами Надеемся, вам понравился наш выпуск Ставьте лайки На канал, я уверена, вы подписаны И комментарии пишите Обязательно смотрите весь проект Family Tour, который уже, вероятно, какой-то короче серии выпущен Смотрите и подписывайтесь на все наши соцсети Пока-пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok